Добрый вечер, новости на канале БТБ. В Авдеевке Донецкой области террористы обстреляли автобус, в результате чего погибла женщина. По сообщению ГУ МВД области огонь открыли неизвестные, двигавшиеся в автомобиле во встречном направлении. Напомню ранее, утром во время обстрела боевиками района Луганска рядом с маршруткой, в которой были пассажиры, разорвался снаряд. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил руководитель информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. При этом он подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам, огонь открыли со стороны боевиков. С утра Луганск украинские военнослужащие не обстреливали. И вообще команды, чтобы обстреливать город, не было. Это касается как авиации, так и артиллерии. Поэтому нам очень просто вычислить, кто это сделал. Кроме этого, Андрей Лысенко сообщил, что за время проведения силовой операции на востоке Украины территория подконтрольная боевикам уменьшилась вдвое. Силы АТО продолжают защищать Донецкую, Луганскую области от вооруженных бандформирований. За последние сутки боевики 12 раз обстреливали посты и подразделения вооруженных сил Украины недалеко от населенных пунктов счастья Краснополье, Металист, Терновое, Станица Луганская, Георгиевская и Должанский. Один военный погиб в результате нападения террористов на батальон Айдар в городе Счастье. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области. Под видом украинских военных боевики проникли в расположение батальона, сказав, что привезли сепаратиста. После чего открыли огонь по военнослужащим. Порядок в Артемовске будут обеспечивать дополнительные силы милиции и национальной гвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, военные уйдут из города. Напомню, сегодня в Артемовске террористы открыли огонь из гранатометов по месту дислокации подразделений батальона Донбасс. По словам командира батальона Семена Семенченко, ранен один из бойцов. Также ночью в городе было обстреляно здание горсовета, на втором этаже которого произошел взрыв. В результате возник небольшой пожар. Вероятнее всего, нападение совершила диверсионно-разведывательная группа ДНР. Террористы обстреляли и пункт пропуска Югановка в Луганской области. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Огонь открыли с расстояния двух километров. Нападение было отбито. Во время боя девять наших военнослужащих получили незначительные осколочные ранения. Также сегодня ночью российские наемники обстреляли пограничные подразделения в районе населенного пункта Дьяково и пункта пропуска Довжанский. Пострадавших со стороны украинских военных нет. Госавиаслужба расширила территорию воздушного пространства над зоной АТО, на которой запрещены полеты. Ограничения не касаются самолетов, которые летят транзитом на высоте более 8 850 метров. Вместе с тем аэропорты в Донецке и Луганске продолжают контролировать вооруженные силы Украины. Следующий раунд переговоров под эскалацией конфликта на востоке страны возможно пройдет в Святогорске Донецкой области. Это предложение президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко на пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с главой государства. Лукьянченко считает, что все вопросы касательно кризиса на Донбассе необходимо решать исключительно путем переговоров на самом высоком уровне между Украиной, Россией и АБСЕ. Петр Порошенко призвал Италию и Великобританию присоединиться к четырехсторонним переговорам по урегулированию ситуации в Украине. Президент сказал об этом во время встречи с министром иностранных дел Италии Федерико Магирини в Киеве. Порошенко высоко оценил участие Германии и Франции в переговорах Украины с Россией, однако считает, что международное влияние было бы сильнее, если бы к диалогу подключились Рим и Лондон. В свою очередь Магирини заверила Порошенко, что Италия поддержит его мирные инициативы, всем своим влиянием включая двухсторонние контакты. Ранее Федерико Магирини встретилась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Тот сообщил, что Киев ждет четкого сигнала готовности России и сепаратистов к переговорам. Тогда трехсторонняя контактная группа Украина-Россия-БСЕ сможет продолжить сложный диалог о прекращении огня на востоке Украины. А председатель итальянского МИД заявила, что судьба этих переговоров решится в ближайшие дни. Магирини также считает, что мирный план Порошенко – это единственный возможный способ для деэскалации конфликта на Донбассе. Нам нужен последовательный четкий сигнал, в том числе со стороны России, для того, чтобы сепаратисты разговаривали с целью достижения двухстороннего прекращения огня. А трехсторонняя контактная группа пытается сделать все, чтобы продолжить этот достаточно сложный диалог, чтобы сохранить человеческие жизни. Семьи украинских правоохранителей, погибших в антитеррористической операции, будут пользоваться рядом льгот. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Таким образом, родственники погибших участников АТО смогут получать бесплатно лекарства, путевки в санатории, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министерство юстиции начало процесс ликвидации Коммунистической партии Украины. Соответствующий иск уже подан в Окружной административный суд Киева. Политическую силу обвиняют в антиконституционной деятельности и поддержке боевиков и сепаратистов на востоке Украины. Глава министерства заверил, что судебный процесс будет максимально открытым и прозрачным. Этот иск подан в Окружной административный суд города Киева и сегодня зарегистрирован. Та доказательная база, которую мы получили, составляет около 129 листов письменных доказательств и видеоматериалов. План восстановления экономики страны на 2014-2016 годы правительство представит осенью. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи донора в международной помощи для Украины в Брюсселе. В частности, он призвал участников заседания отправить в Украину миссию для оценки ее потребностей. Гройсман представил потенциальным инвесторам ключевые направления, по которым страна нуждается в поддержке. Это энергетическая независимость, борьба с коррупцией, повышение конкурентноспроможности украинских товаров. Каждая гривна, которая будет направлена на реализацию программ в Украине, должна быть использована эффективно на 100%. И мы совместно должны обеспечить прозрачность выполнения этих задач. Рассчитываем на плодотворные дискуссии сегодня и верим, что, объединив усилия, мы сможем превозмочь вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. Уже в пятницу, 11 июля, Украина, Евросоюз и Россия начнут трехсторонние консультации по имплементации нашей страной соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила глава МИД Италий Федерико Маггерини. Консультации пройдут на уровне внешнеполитических ведомств с участием Отечественного министерства экономического развития. При этом Киев рассматривает несколько вариантов развития событий, вплоть до самого худшего – ограничения торговли со стороны России. Об этом говорит министр экономразвития Павел Шеремета. В Брюсселе готовятся трехсторонние технические консультации – Украина, Евросоюз и Российская Федерация, целью которых является, во-первых, выслушать возможные тревоги, имеющиеся у разных сторон, в том числе Российской Федерации, относительно действий Украины по поводу ассоциации, ну и ответить на них. Инфляция в Украине замедляется, об этом сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева. В июне инфляция составила 1%, против майского показателя – 3,8%. За первое полугодие 2014 года инфляция составила 11,6%. Основными факторами стали подорожание продуктов питания – 0,7% и повышение тарифов на электроэнергию – на 11,3%. По словам Валерии Гонтарева, эффект курсовой коррекции уже почти исчерпан, поэтому во втором полугодии, по прогнозам НБУ, тренд на замедление инфляции продолжится. Этому поспособствует и ожидаемый рекордный урожай зерновых, подчеркнула Валерия Гонтарева. Еще более оптимистичные прогнозы Национальный банк делает на следующий, 2015 год. Мы считаем, инфляция во втором полугодии замедлится, потому что большинство инфляционных факторов уже сработали. По нашим оценкам, инфляция во втором полугодии составит 5%, а в годовом измерении – около 17%. А в следующем году мы ожидаем, что инфляция вернется в плоскость однозначных чисел. Глава администрации президента Борис Ложкин обратился к председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с просьбой создать рабочую группу для решения проблем вкладчиков проблемных банков. Туда должны войти руководители НБУ, фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также делегаты от инициативных групп вкладчиков проблемных банков. В частности, рабочая группа должна подготовить согласованные предложения для решения проблем клиентов банка «Форум». Как известно, вкладчики форума обратились к главе государства с просьбой остановить его ликвидацию и найти более эффективные и менее затратные пути выведения банка с рынка. В частности, путем передачи его активов и пассивов другому финансовому учреждению. Президент Украины уделяет значительное внимание. Проблеме обеспечения прав вкладчиков говорится в обращении Бориса Ложкина. Спасибо, что это время вы провели с нами. Надеюсь, так будет и далее. До встречи ровно в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин